Добрый день. Сегодня у нас два художника разных поколений, разных культур. Жак Монари, художник замечательный, но почти неизвестный за пределами Франции, насколько я понимаю. Это Роберт Лонга, куда более знаменитый, его выставка доехала до Москвы, надеюсь, что вы все ее видели, что у вас, у тех, кто не видел, есть возможность ее еще раз посмотреть. И объединяет двух этих художников, наверное, то, что оба они художники-синефилы, оба они для обоих них основным источником образов, с которыми они работают, которые они апроприируют, которые они переосмысляют, является кинематограф. Кинематограф с начала XX века являющийся одним, составляющий очень мощную конкуренцию, очень мощное соперничество живописи и визуальным искусством, которые до этого обладали монополией на производство образов. Эта монополия на производство и сохранение образов была разрушена. И, в конце концов, где-то во второй половине XX века художникам, создателям визуального искусства, так или иначе пришлось умериться с тем, что у них есть эта конкуренция, и что мир они узнают во многом тоже в большей степени через экраны, чем с натуры, как это было в старину. Причем это соперничество художников с кинематографом принимало самые разные формы. Довольно много художников, как вы знаете, просто непосредственно занимались тем, что снимали кино, как это делали сюрреалисты, как это делали со времен первого авангарда, предлагали свою версию того, чем является киноискусство, чем может быть кино как одно из изобразительных искусств, как одно из визуальных искусств. И, наверное, именно во второй половине XX века произошел перелом, который заставил художников уже не придумывать свою версию кино, а осмыслять существующий кинематограф, осмыслять существующий мейнстримный кинематограф в основном, как вторую натуру, как то, с чем художник может работать, и что художник должен осмыслять. Помните, когда у нас в одном из первых сезонов, в предыдущих сезонах была лекция про Кристиана Марклая, создавая его проект «Часы», для которого кино оказалось абсолютно самодостаточной вселенной, где хватает событий на каждую секунду 24 часа в сутки. Но Марклая, собственно, с кино работает, непосредственно с кино, и Монори, и Лонго занимаются немножко другой вещью, они черпают вдохновение в кино, они осмысляют кинематограф, но при этом продолжают работать с достаточно традиционными средствами, они создают картинку, они создают живопись, они создают картинку, но они создают живопись и картинку, у которой, если есть первоисточник, то этот первоисточник – это скорее кинематограф, чем реальность, или какие-то, или в случае Лонго, уже не кинематограф, а некий поток, медийный поток, который уже не различается до такой степени на телевидении, интернет, компьютерные образы, образы массовой информации. Для Монори это все-таки был именно кинематограф. Попробую тогда рассказывать, порассказывать без картинки, чтобы первый наш герой – Жак Монори, французский художник, родившийся в 1924 году, но долгое время в разных источниках информации, там в интернете, всегда есть разные даты его рождения. Один, одна из дат – это 1924 год, другая дата – это 1934 год. Дело в том, что Монори долгое время перевирал свой возраст и говорил, что он родился в 1934 году не потому, что он хотел казаться моложе, а потому, что он достаточно поздно начал заниматься тем искусством, которым он занимается, нашел свой стиль. И когда он нашел свой стиль, выяснилось, что художники, которые его единомышленники, художники, обладающие сходной чувствительностью, сходными интересами, все гораздо младше его. И он чувствовал себя несколько нелепо в этой ситуации и поэтому стал убавлять себе возраст. Первая выставка у него прошла в 1955 году, но о том, что было на этой выставке, мы не знаем ничего, потому что все свои работы до 60-х годов, почти все свои работы он уничтожил. Они его абсолютно не устраивали. У него было художественное образование, хотя он, судя по всему, был не из очень, не самый парижанин, выросший на улицах, склонный в детстве, судя по всему, к некому более-менее девиантному поведению. Поэтому он довольно часто говорил, что если бы он не стал заниматься искусством, он бы вполне возможно стал бы преступником и убийцей. Но, может быть, не потому, как мы потом увидим его живопись, а потому что его живопись – это во многом про эту жажду насилия и жестокости. Это та завороженность насилием и жестокостью, которая есть в кинематографе. Тем не менее, он все-таки получил художественное образование. Долгое время работал в образовании прикладное. Вот такой вот замечательный джентльмен. Образование, ну, вот, собственно, те вещи, чудом сохранившиеся вещи до того периода, из того периода, из которого большинство своих произведений он уничтожил. Вот, как бы, вещи достаточно типичные для французского искусства послевоенного, искусство, в котором доминировала абстракция, лирическая абстракция, или абстракция очень пафосная, абстракция достаточно стигматизированная опытом Второй мировой войны, что это вот то искусство, которое было запрещено при нацистами, нацистами, поэтому к нему нужно возвратиться. Оно бесконечно пафосное и не допускающее по отношению к себе никакой критики. И абстракция, которая абсолютно там стала вырождаться, поэтому, как бы, немногие работы, которые у Монари все-таки сохранились, это не столько его абстрактные работы, сколько коллажа, в которых присутствует очевидное совершенно влияние сюрреализма, сюрреализма, к которому он не мог не прийти, потому что сюрреализм для него это фигуративное искусство, к которому он возвращается после абстракции, очередной раз возвращается после абстракции. И в начале 60-х годов Монари все-таки находит этот самый свой собственный язык, он начинает писать фигуративную живопись. И в одном из интервью говорит о том, каким для него это было облегчением, что уже не нужно вымучивать из себя эту абстракцию, которая была абсолютно академизирована к тому времени, которое было такое очень сонное искусство, что можно заниматься тем, чем ему всегда хотелось и заниматься, и что это как вырваться из клетки. И он был не одинок в этом своем желании вернуться к фигуративной живописи, а в начале 60-х годов во Франции складывается целое направление, которое называет себя нарративная фигуративность, повествовательный фигуратив. На русском, извините, это не очень правильно, не очень элегантно звучит, но тем не менее. И это живопись, направление, которое себя позиционирует, с одной стороны, в оппозиции к этой самой абстракции, которая стала таким сонным академическим мейнстримом и салоном. С другой стороны, по отношению к новому реализму, который тогда же возникает, новый реализм, такие художники как-то Тенглиев, Кляй, о которых мы говорили, художники, которые разрывают с живописью как таковой, начинают делать объекты. И одна из, первая выставка нарративного фигуративного искусства, я не буду говорить, потому что достаточно часто говорю, что это фотореализм, что это французская версия поп-арта, но это не фотореализм, это не французская версия поп-арта, почему это ни то и ни другое, мы будем дальше говорить, поэтому я буду оставить, извиняюсь, но мне придётся оставить это не очень красиво звучащее на русском сочетание. Первая выставка проходит в 1965 году, называется она «Современная мифология», это выставка, которая проходит в Музее современного искусства города Парижа, Центра Помпидо тогда ещё не было. И само это название «Современная повседневная мифология» — это отсылка к книжке французского структуралиста Ролана Барта «Мифология», одно из первых изданий во Франции, где Ролан Барт изучает мифологию массовой культуры того времени, масс-медиа, рекламу и так далее. Собственно говоря, то, что было предметом интереса поп-арта в Америке, и то, что стало отчасти предметом интереса художников вот этой самой новой генерации повествовательной фигуративной живописи. Вот такая вот работа «Монари», достаточно очевидно считывающаяся, как действительно вариант поп-арта французский. И одна из работ, такая программная для этой выставки работы, трёх авторов, среди которых не было «Монари», поэтому я её не показываю, чтобы не вносить в моду, называлась, «Смерть Марселя Дюшана». Марсель Дюшан был вполне себе жив и здоров в этот момент. Почему художникам этого поколения, этой генерации, нужно было убить Марселя Дюшана? Потому что именно символически убив Марселя Дюшана, они могли вернуться обратно к живописи и обратно вернуться к фигуративной живописи, что они и делали. И «Монари» начинает, собственно, к поп-арту, а не ту американскую поп-арту, с которой мы их неизбежно сравнивали, они тоже относились достаточно прохладно, потому что поп-арт не был нарративен на самом деле, потому что в основном говорилось о том, что поп-арт не критичен по отношению к массовой, культуре и к обществу, а французские художники повествовательной фигурации более критичны. Почему они могут быть критичны, почему они могут высказывать свою критику обществу? Потому что у них есть повествование, у них есть рассказ, у них есть нарратив, которого в поп-арте не было. Поп-арт действительно не нарративен, поп-арт заимствует образы массовой культуры для того, чтобы, собственно говоря, показать, что у них нет никакого содержания, что это такое же сочетание цветов и пятен, как и абстракция. Идея поп-арт – это превратить образ, заимствованный из массовой культуры, в картину, в живопись. Это просто картина, которая лишена смысла, за которой нет никакой нарратии, поэтому действительно его довольно сложно назвать критическим. И этим он интересен, не прямолинейен. А французские художники говорили, что они именно через повествование могут быть критичными, могут высказывать свою критическую позицию. Что, собственно говоря, к Моноре, наверное, меньше всего имело отношения, потому что его пытались, его интерпретировали в то время, как художника, выступающего с критикой капитализма, с критикой общества потребления, тем более, что это направление, чей пих приходится на конец 60-х годов, это мае 68-го года, это такая тотальная политизированность французского общества, поэтому действительно там невозможно говорить об искусстве того времени вне этого контекста. Художники не могли, наверное, говорить о себе, никак не позиционируя себя в этом политическом контексте. Но Моноре именно, может быть, потому что он был старше всех, его это не очень занимало. И, собственно говоря, помимо очевидного сходства с поп-артом, и с фотореализмом американским, можно заметить менее очевидное, но, может быть, более важное для него сходство с сюрреализмом. Это всё-таки наследие сюрреализма, и вот в этом объекте, который он делает, сам ландшафт, который там, вот это пустынное пространство, которое там возникает, напоминает, естественно, Декирико, напоминает анерические пространства, которые возникают у сюрреалистов, самого действительно фигуративного и повествовательного направления, которое было в том числе во французском искусстве. При этом то, с чем он начинает работать, он довольно рано находит ещё свой фирменный цвет, вот такие синие тона, и он начинает изображать оружие, оружие, которым он был действительно нешуточно одержим. Тоже в одном из интервью Монари рассказывает, абсолютно повторяя, на самом деле, не знаю, сознательно или несознательно одно из интервью Орхола, когда Орхол рассказывает, когда, ну, что бы ему написать, ему кто-то из знакомых сказал, «Напиши то, что ты любишь больше всего на свете» и Орхол нарисовал долларовый билет. Это вполне себе самая ироничная история. Монари рассказывает, что когда он тоже решил писать то, что он любит больше всего на свете, он стал писать «Револьверы». изображать револьверы, он был одержим именно, нравились ему не пистолеты, а именно что револьверы, потому что, который он рисовал там с детства в школьных тетрадях, почему револьверы, потому что это оружие из вестерна, это оружие из кино, и его одержимость кино, собственно говоря, и была, начинается буквально с выбора оружия. И он находит свой собственный любимый синий цвет, с которым он начинает работать, этот синий цвет, который во Франции почти такой же узнаваемый, как синий цвет его Кляйна и синий цвет Жака Монари, цвет для него опять-таки связанный с кинематографом. Да, это 1967 год, это всё-таки человек, который вырос на кино, Монари, который говорит о том, что он, конечно, получил художественное образование, но при этом для него, режиссёр Орсен Уэллс на него повлиял гораздо больше, чем Веронезе или Сезанн, например, это для него гораздо большая степень источник вдохновения. И синий цвет возникает из киновоспоминаний его детства, когда он рос, видимо, в небольшом городе, он ещё помнил такую удивительную вещь, как передвижные кинотеатры, которые приезжали показывать фильмы про «Маленький город». И, естественно, это эпоха чёрно-белого кино, но эти кинщики использовали фильтры, они показывали чёрно-белый фильм, ставя жёлтый фильтр на проектор, когда показывались и дневные сцены, и синий фильтр, когда показывались и ночные сцены. И вот это ощущение вот этой магической синей ночи, этого синего фильтра, который окрашивает чёрно-белую плёнку, было одним из самых сильных воспоминаний детства Монари. Он рассказывал, как его магическое, постоянно вспоминает, какой магической для него была одна сцена из фильма, из которой он совершенно не может вспомнить, что это было за фильм, о чём это было, но это было свидание ночное, которое происходило в лесу, юной девушке в белом платье и такого же юного австрийского офицера в белоснежной форме. Вот эти две фигуры в белом, ночью в лесу, увиденные через этот тёмно-синий фигур, фильтр – это то воспоминание, от которого он начинает создавать свои картины. И вот одна из первых его работ, вот этого фирменного его синего цвета, это его автопортрет, потому что что у него происходит, он не просто перебирает образы фильмов, живопись – это способ поместить себя внутрь этого фильма, рассказать это искусство, которое в равной степени предельно автобиографично и предельно вымышленно сделать свою автобиографию и превратить её в фикшн. То, чем потом будут заниматься художники действительно следующего поколения, скорее поколение Роберта Лонга. И картина, в которой есть он, синий полотно разделено белой чертой, как разорванная фотография, откуда берётся белая черта, почему он вообще пишет эту картину, потому что в этот момент он разводится со своей первой женой. И вот эта полоса разрыва, разрыва этого образа, то, что проходит через эту картину, то, что позволяет ему сделать автопортрет. И такой рифмой к этой работе оказывается с той же белой полосой, вот такое упражнение в стиле, с фигурой женщины, подвинение, видимо, в свадебном платье, прячущей вот этот самый револьвер у себя подвале. Вот, и после этой работы Монари делает, в следующем году Монари делает один из самых известных и принёсших ему известности цикл работ. Он начинает работать сериями, вообще у него достаточно мало отдельно вне серии находящихся работ, это всегда циклы. И первый его цикл называется «Убийство». Это цикл, состоящий из нескольких картин, цикл, в котором постоянно как бы одна, вроде бы одна и та же сцена фильма постоянно перемонтируется заново. Это опять-таки его автопортрет. Он помещает себя внутрь этого фильма, он превращает себя в жертву этого убийства, которое там происходит. Он покрывает, он стреляет по этим полотнам, эти следы от пуль, это не нарисованные следы от пуль, это настоящие следы от пуль. Это постоянные, разобранные на кусочки одна и та же сцена фильма, увиденная с разных ракурсов, разобранная на кадры, смонтированные, перемонтированные заново. То есть это все те эффекты монтажа, которые возможны в кинематографе, погруженные в этот самый синий цвет, цвет ночи, цвет сновидения и цвет и реального, как опять-таки Монори его определяет. Цикл в финале, в котором появляется убийца, появляется та же самая женщина с фотою и с пистолетом в руке, с револьвером в руках, видимо, его жена, и ее портрет тоже, ее образ изрешечен пулями. И это как бы такое произведение. У этого фильма, это цикл, как работал Монори, он работал по фотографиям. Естественно, поскольку это фотореализм, это работа по фотографиям, по фотографиям, которые на три четверти, это снимки, которые делал он сам, это постановочные фотографии, которые он снимает, после чего он их переводит в живопись. Он никогда не делает рисунки. Он говорит, что он не любит рисовать, что в принципе его это не интересует, и вообще зачем так стараться, если рисунки, какими они не были бы прекрасными, все равно всегда стоят дешевле, чем живопись. Поэтому он всегда это непосредственная живопись, сделанная с фотографией, и сделанная с постановочных снимков. Постановочных снимков, которые он, в отличие от многих аналогичным образом работающих художников следующих генераций, тоже не выставляет. И у этого, у «Цикла убийств» есть еще один первоисточник. Это один из двух экспериментальных фильмов, которые Монари снял за свою очень длительную, как вы видите, карьеру. Можно показать первый фильм, где, собственно, весь этот сюжет происходит. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, такое вот очень стильное кино, очень 60-х годов, в котором есть эта сцена, две чередующиеся между собой истории. Вот этот бегущий по улицам человек, которого стреляют, и в какой-то сцене из фильма он падает, чтобы потом подняться и бежать дальше. Сцена, которую многие сравнивают с фильмом «Гадара на последнем дыхании», со сцены из этого фильма. Фильм был снят за лет 8, по-моему, до работ Монари. Но фильм, в котором как бы и чередуется это со сценами праздника, развлечения, наслаждения. Фильм довольно занятный, потому что в нем как бы чередуются еще две эстетики. Там есть такие поздние 60-е, уже почти очень богемные. И есть эстетика, гораздо более старая эстетика фильма «Нуар» 40-х, 50-х годов, который принадлежит, собственно говоря, протагонисту. И, собственно, это эстетика 40-х, 50-х, это та эстетика, с которой Монари работает на протяжении всей своей карьеры. И что еще в этом цикле «Убийство» примечательно, это то, что это картины, живопись, частью которой являются не только… Это еще объекты, да, частью их являются не только следы от настоящих пуль, которые художник выпускал по своим полотнам, но частью их являются зеркала. И в какой-то момент зритель оказывается внутри этой картины, оказывается внутри этой сцены «Убийство», оказывается в ситуации, когда он может выбирать, кем он является здесь, является ли он здесь преследуемым, является ли он жертвой, является ли убийцей, какую роль в этом фильме, в этом триллере, в который его втянули, какую роль он там должен играть. И Монари делает этот цикл убийства в момент, когда он переживает очень тяжелую психологическую ситуацию. Он чувствует, что весь мир ополчился против него, он чувствует эту огромную агрессию на него направленную, и он начинает её изживать, превращая себя в персонажа вообще некоего жанрового фильма, чтобы понять, что эта агрессия направлена не лично против него, что это просто некая агрессия, которая существует в мире. И в которой в какой-то момент он переносит эту агрессию на зрителя, которым он затягивается в эту игру зеркал, затягивает в этот фильм, предлагая ему в каком-то смысле стать жертвой этого убийства вместо него или почувствовать себя убийцей на выбор. Это такая интерактивная история, напоминающая, естественно, кинематографию этого цикла, игры с зеркалами, есть вполне определенный кинематографический первоисточник, о котором Монари говорил. Монари говорил, это великий фильм, великий нуар у Сан-Уэлса «Леди из Шанхая», где финальная развязка происходит в зеркальном лабиринте, где надо разбить все зеркала, чтобы понять, что из этого не отражение и кого можно убить. Потом эта сцена, очень знаменитая, которая потом много-много раз цитировалась и повторялась во множестве других фильмов, что менее оригинально, чем повторить её в живописи, втянув туда зрителя. С единственной, наверное, историей, что у Монари зеркало не бьётся, когда в него выпускают пули, он может показывать. Все пули туда выпущены, в это полотно, но изображение не разбилось, образ не исчез, он остался, несмотря на эти пули, он остался различимым. И то, что делает Монари, тема его колумбария, фотография, это постоянное присутствие, с одной стороны, смерти, убийства, насилия, и синий фильтр, синий цвет, с которым он работает, это то, что позволяет ему создавать дистанцию между собой, тем самым достаточно абстрактным насилием, которое существует в кино. Синий цвет – это фильтр, который позволяет предположить, что всё, что мы видим, всё-таки не настоящее, что это иллюзия, что это происходит не на самом деле. Поэтому тогда же возникает сюжет с этим синевою, сюжет про другую жизнь, про воображаемую жизнь. Монари – очень занятный персонаж по фактуре, потому что, с одной стороны, это бесконечное выражение старомодной крутости, человек в шляпе с пистолетами, с револьверами, который сам герой этого фильма – нуар, а, с другой стороны, это человек, который абсолютно из картины в картину признаётся, что он живёт воображаемым миром, что это самое прекрасное, что можно сделать, это такой абсолютно эскапизм, уйти в этот мир вымысла, придумать себе эту другую жизнь, которую можно прожить, прожить её в кинематографе. И причём придумать эту жизнь, рассказав её образами, заимствованными у других. И у него замечательное определение, почему ему интереснее писать кино, чем реальность, потому что он может рассказать свой опыт образами, заимствованными у других авторов, потому что тогда он себя чувствует не таким одиноким, его образ, его жизнь уже кто-то рассказал. Поэтому вот эта тема «Другой жизни» тут такая вполне магритовская в этой картине, тема, к которой он возвращается всё постоянно, воображаемая жизнь, и вот эта анаграмма, собственно говоря, его имени и фамилии Жак Монари, с теми же зеркалами, с тем же постоянным переигрыванием, потому что это фиктивная жизнь, это та жизнь, в которую можно каждый раз вернуться. Тема сновидений, тема, как бы мир абсолютно искусственный, мир, в котором абсолютно нет места природе уже, поэтому там возникает достаточно природа, как бы натура, природа. Он тоже художник такой, что я никогда в жизни не писал с натуры, потому что мы уже давно не воспринимаем эту натуру, мы давно воспринимаем природу через фильтры образов кино, образов масс-медиа, поэтому, когда я пишу по фотографии, я пишу реалистичнее, чем если бы я писала с натуры, и натура, природа у него возникает в таких уже абсолютно отодвинутых, музеифицированных искусственных образах, и в образах цитаты из живописи, да, вот такие вот вельветовые, бархатные джунгли, которые являются парафразом «Завтрака на траве», но при этом джунгли, которые в 70-м году, само слово «джунгли» читалось как отсылка к войне во Вьетнаме, потому что это первые джунгли, которые приходили в голову, и вот такой странный мир, который одновременно и пасторальный, и достаточно пугающий с этими, мир, в котором абсолютно очевидно, что все эти растения там могут быть только искусственными, что это абсолютная декорация, и такие же вот эти искусственные сады, к которым он возвращался уже в более поздних своих работах, немножко живее у него, единственное, что у него остается от природного и завораживающего, это зверя, он постоянно рисует тигра, тигра там сначала для начала котиков все-таки, а потом там воспринимается в таких пуп-артах, потом там все время возникает этот самый тигр, тигр как образ завораживающей, пугающей чувственности, поэтому он рифмуется с женскими портретами, тигр, который скорее, тигр из сновидения, тигр, который скорее всего, напомню, что действительно очень бесконечно красивое кинематографическое создание, еще в такой майбриджевской здесь раскладке данная, тигр, который, скажем, очень может быть, является еще отсылкой к Сальватору Дали, вот в знаменитой картине с тиграми, полет пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения, так что тигр – это создание из сновидений, это, собственно говоря, символ вот этого власти, завораживающей власти и опасности, которая как бы таится в этом самом сновиденческом мире, вот этих тиграх он все время постоянно рисует, и рисует, собственно говоря, здесь нарисует сны, потому что «Фабрика грез» давно понятна, вот эта рифма между миром сновиденческим и миром кинематографическим, который он повторяет, раскладывая его на кадры, путая эти кадры, собирая картинки, опять-таки еще одну серию с изображениями контрольных кадров, где каждая из этих картин, каждая из этих полотен могла бы быть сцена из какого-то фильма, но никакой целостного, это отрывки, фрагменты, за которыми нет никакой целостности, но отрывки, за которыми очень хочется этот сюжет угадать. Это действительно очень повествовательные, как бы повествовательные работы, искушающие своим сюжетом, который за ними стоит, но которого, на самом деле, нам никогда не рассказывают. То есть, собственно говоря, это саспенс в чистом виде, это некое… И при этом с абсолютно опознаваемым жанром, что это может быть только триллером, что это может быть только детективная история, что это не может быть мелодрамой, что это не может быть комедией, что это может быть фильмом ужасов, что это действительно некое жанровое определение, достаточно понятное. И это всегда места действия, это всегда как бы свойственное нуару, потому что тот стиль, с которым Монари чаще всего ассоциируется, это стиль нуар, стиль в любви к которому он признается, стиль, опять-таки, связанный с американским кинематографом, и, наверное, только во Франции есть удивительно трепетное, с одной стороны, соперническое, с другой стороны, трепетное отношение к американской массовой культуре, потому что, с одной стороны, Франция все время противостоит ей колонизации американской, а, с другой стороны, именно французские интеллектуалы, французские художники видят в этой массовой культуре объект статизации, объект излучения. Всем нам знакомое понятие «фильм-нуар», особенно определение жанра, придумано не в Америке, а в Американской серии B40-50-х годов вообще не очень интересовались. Определение фильма «нуар» дано в конце, в середине 50-х годов французскими кинокритиками, которые выделили это в определенный жанр, описали эту эстетику, увидели за этим некую целостность. И именно с этим «нуаром» работает, с «нуаром», с его фаталистичностью, с его ночным, вот этим ночным синим миром, с его интересом к антигероям, с его детективами, в которых не важен полицейский, а важен преступник, с его фатализмом судьбы, а не наказания, потому что там, скорее всего, судьба накажет этого преступника до того, как его поймает полиция, над чем строится логика «нуара». Вот эту логику «нуара» и фантастики части «Монари» воспроизводит в своих фильмах, потому что он сам себя считает, что это фильм, нарисованные фильмы в большей степени, чем живопись-живопись, чем картина. Он как бы отказывается видеть в этом картины, поэтому это серии. И у него, конечно, есть свои кинематографические, помимо американской киноклассики, у него есть достаточно близкие ему аналоги в французском экспериментальном кино, замечательный, тоже один из фильмов, чье влияние он признает, фильм «Взлетная полоса», снятый фотографом и кинорежиссером, основным документалистом Крисом Маркером в 1962 году. Это совершенно уникальный фильм, это научная фантастика. По тому же сценарию потом Терри Гилям снимет более знаменитый, наверное, сегодня фильм «12 обезьян». Это история о путешествиях во времени. Но эта история, снятая в уникальном формате, это фотофильм. Это фильм, состоящий из стоп-кадров. Сейчас небольшой фрагмент из этого фильма мы посмотрим. Покажите, пожалуйста, следующее кусочек. Sudden roar, the woman's gesture, the fall of a body, shrieking people. Only later did he realize that he had seen a man dying. And soon afterwards, Paris was blown up. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В 1966 году писатель Один из лидеров французского Нового романа Алан Рогрие Трансевропейский экспресс Это нуар, который Сам себя сочиняет Потому что эта история начинается с того, что В поезде в этом Трансевропейском экспрессе Случайно встречаются Сценаристы, актеры Которые там же едут Тритиньян, который играет сам себя И эти сценаристы и продюсеры Начинают сочинять сюжет фильма Для актера, который оказался Их попутчиком И этот сюжет начинает реализоваться По мере того, как они его сочиняют Мы не можем понять, о чем Это фильм, который они снимают Это происходит сейчас Фильм, в котором есть нуар, в котором есть эротика В котором есть садомаза В котором есть действительно все то, что есть В фильмах монорей И я не знаю, насколько там Насколько Роб Грие был в курсе Картины монорей А монорей видел этот фильм Но я знаю, что роман Роб Грие Видел достаточно много Покетбуков, которые просто с этими Картины монорей С репродукциями монорей на обложках Вполне логическим образом Логическим образом Усдаются И при этом, естественно Отсылок к кинематографу монорей Они наиболее бросаются в глаза Но у него есть и переосмысление Классической живописи В 70-е годы он, например, делает цикл Посвященный Каспару Давиду Фридриху Немецкому художнику, романтику Исследователю романтического пейзажа Переосмысляя уже пейзажи современные Там концлагеря, колючую проволоку Но создавая некую антиисторическую живопись Где есть не историческая трагедия Где есть то, что это трагедия места Трагедия ландшафта Ландшафта в самых разных Которые он преобразует этот романтический ландшафт Сочиняет там И только одна из картин является повтором Репликой прямой на полотно Каспару Давиду Фридриха Он сочиняет свое путешествие Свой роуд-муви Я понимаю, почему ему нравится Вендерс Потому что он снимает такое же дорожное кино Снимает, рисует В 73-м году он наконец отправляется В Америку, которая его завораживала Которую он объезжает Ездит по ней на машине Путешествует со своим сыном А Америка, которая в 70-е Которую он описывает Как страну большей честности Потому что там более жестокую Более прямую Более брутальную Более прямую И в своей жестокости И в своем великодушии Страна, которая говорит, что самое замечательное Там, что можно пойти и купить оружие Первое, что он там сделал, он пошел и купил револьвер И они с сыном стреляли по банкам Вот он своего сына с револьвером Собственно говоря, пишет в этой серии Полотен Антуан, это его сын Превращает тоже в какую-то очень Завораживающую историю с этим Из какого фильма это могло бы быть И там же пишет серию Долина смерти Это реальный топоним американский Место, где снимали Забрийский пойнт Тоже такое вполне себе Кинематографическое место И эта долина смерти Полотна, сделанные по фотографиям Которые сам Монаре делал в путешествии У него опять-таки монтируется С еще одной цитатой Из классического искусства С полотном С гравюрой дюрера Рыцаря смерти Это долина смерти Что по ней путешествует Рыцарь со смертью Это та европейская культура Как она обретает Соразмерное ей мифологическое пространство Поэтому есть вот этот ландшафт Есть витрина из этнографического Краеведческого, наверное Музея с этими черепами животных И есть фотография самого Монаре С сыном Перед большой американской машиной На которой он путешествует В этом самом своем роудмобе Есть серия полотен Про Нью-Йорк Как город одиночества Как город такого Есть И, естественно, там возникает Еще один омаж художнику Которого Монаре Не мог не заметить Как своего предшественника Это, естественно, омаж Эдварду Хопперу Берет он Полотно Дому железной дороги Тот полотно, которое в свою очередь Стало источником, как считается Для декораций, для места действия Фильма Хичкока «Психа» Вот этот особняк из «Психа» И Хоппер, который был одним из первых Хоппер, к которому Монаре Возвращается уже в 2000-е годы Хоппер, который, может быть, был одним из первых Живописцев, настолько вдохновленных Кинематографом И настолько вдохновленных Синефилом, действительно И настолько вдохновивших кинематограф Может быть, самый цитируемый в кино Живописец XX века Хоппер, который, как Монаре Совершенно справедливо говорит Хоппер, который тоже нарративен Но у него нет истории У него есть только источник истории У него есть возможность истории Но эта история никогда не рассказана То есть такой абсолютный Мастер саспенса Ну, реализм Монаре представляет Вот в таком виде Потому что никакая, как бы, собственно Сама реальность его не интересует Реализм – это реализм порнографии Это всегда реализм отодвинутой Фальсификации При том, что у Монаре почти нету эротики Это художник, у которого есть насилие Есть жестокость Но, собственно, эротика может быть Только перерисованным кадром из порнофильма Это мир, который становится Все более и более барочным Потому что игра иллюзорного и реального мира Это тема барокко, которая возвращается В сюрреализме Которая возвращается таким странным образом На кинематографических играх Которые превращаются уже в оперу Застывшую оперу Один из самых сюрреалистических циклов Которые существуют у Монаре И это как раз тот самый случай Когда художник, абсолютно пропитанный Цитатами из кинематографа Сам становится источником вдохновения Для кино В 1981 году Жан-Жак Бенекс Один из кинорежиссеров Того же поколения, что Бессон Да и Каракс, художников, режиссеров Перепридумывающих французское кино Это новая-новая волна французского кино Постмодернистская, ориентированная На создание массовой мифологии Снимают фильм «Дива» Вдохновленный этой серией Монареи Безумно красивый Действительно В этих синих тонах Снятый фильм Который я вам очень советую При случае найти И посмотреть При этом у Монареи происходит один период Когда он отказывается от фигуративности Отказывается от синего цвета Он начинает рисовать звездное небо Начинает рисовать его Чтобы показать свое нежелание Отвернуться от того мира Который он не может принять Потому что это мир жестокости Это мир цинизма Но от которого он не в силах оторвать глаз Взгляд потому что этот мир его завораживает Чтобы прекратить это ощущение Завороженности порочной Он начинает рисовать звездное небо И именно звездное небо У него перестает быть синим У него именно в этом звездном небе Возникают краски И звездное небо Которое возникает Как небо Это фотографии из научных журналов Как небеса Которые связаны не с трансцендентным А связаны с наукой С техникой С техническим прогрессом А Монари с 70-х годов Очень дружила Находился в неком диалоге С французским философом Жан-Франсуа Леотаром Одним из основоположников Первых теоретиков того Что такое постмодернизм И для Леотара в этом постмодернизме Главное было Что становится в этом мире В этом новом состоянии мира В этом новом состоянии сознания Чем становится понятие возвышенного Да чего-то, что больше нас Чего-то, что нам внушает трепет И возвышенное И он пишет об этой серии Монари Что это возвышенное Которое стало возвышенным технологией Которое стало возвышенным наукой Которое стало эти небеса Это небеса, которые Увидены через телескоп Это небеса, которые доступны нам Только через видение технологии Вот такие вот небеса То, что он создает Этот цикл И после этого он начинает Ненадолго возвращается к цвету И делает вот такую вот серию Которая называется Техниколор Серия 1976, по-моему, года Единственная, может быть, серия Где для него это голливудское кино Становится не вот этим Завораживающим миром в синей дымке Становится набором штампов Становится кичем Техниколор Это старая техника Первого цветового кинематографа Когда, чтобы получить цветное изображение Накладываются друг на друга Три фильтра основных цветов Я так очень грубо объясняю Вот этот красный, желтый и синий И этот красный, желтый и синий Которые должны дать ощущение цвета Как бы должны образовать Основные цвета Которые должны образовать цвет Собственно, здесь они так и не дают Это реалистическое цветовое изображение Но и при этом отсылают Естественно, к тем играм Эти основные цвета Которые были у Мондриана Которые были у Барната Ньюмана С этой самой игрой В три основные цвета И у Ивы Клявина И первая работа из этой серии Это смерть Мане Если коллеги Монари По повествовательному Фигуративному искусству Убивали Дюшана Чтобы вернуться к живописи Монари убивает Мане Чтобы отказаться от картины Картиной И вернуться к повествованию Монари все время говорит Мало того, что он не умеет рисовать Он еще не любит живопись Живопись, как создание картин Он любит это повествование Он не питает никаких иллюзий По поводу самоценности Вот этого самого живописного полотна И по поводу возможности Возврата к этой живописи К этому письму с натурой Поэтому Мане умер И интересная история фотографии Это фотография самого Монари Который расстреливает Некий предмет И это фотография Которая была сделана В то время, как он создавал Вот такую вот замечательную Книгу художника Которую он сделал Книга Станислав Роданский Это Я как бы вот только сейчас узнала О существовании этого персонажа Это совершенно удивительный Культовый французский писатель Очень позднего призыва Сюрреалист Поверивший Настолько поверивший В эту историю Жить свободно, как в сновидении И вести себя как антигерой Как антигерой сюрреалистического повествования Как антигерой фильма Нуар Что он там мог угонять машины Грабить Употреблять наркотики Но при этом он как бы настолько Не мог различить, где он существует Что он половину времени там проводил В тюрьме Половину времени проводил В психиатрической больнице И умер в психиатрической лечебнице Оставив вот такую вот невероятную Автобиографию В жанре В жанре Шпионского романа Такую проекцию Себя этот роман Многие художники Даже не иллюстрировали А издавали В виде вот такой книги Объект И вот свою версию С пистолетом С револьвером Прилагающимся к этой книге И с пробитыми пулями работами Фотографиями Которые Фотографиями военными Да, найденными По-моему, войны во Вьетнаме Которые Монаре переосмыслил Как иллюстрации К этому роману Он сделал И расстреливает Он там именно этот чемодан Вот этот самый свой чемоданчик Вообще довольно много работал В книжках Да, вот с тем повествованием Которое уже принадлежит Не из фильма А действительно с повествованием Он работал, например, с Мишелем Бутором Тоже одним из авторов Французского нового романа Он работал С Леотаром Который написал свой Повествовательный текст Про Америку И проиллюстрированный фотографиями Который Вот редкий случай Когда Монарееву Проиллюстрировал именно фотографиями И Сделал свою версию Собственно фоторомана Да, удивительного жанра Который существовал В то время Существовал во Франции В то время Как Там Достаточно часто Это были детективы Полары Полицейские романы Которые Иллюстрировались Постановочными фотографиями Чтобы этому Вымышленному миру Придать ощущение Реальности То есть Это не снятый фильм Это псевдодокументальная Иллюстрация Вымысла Идущий Опять-таки Сандра Бреттона Который Свои Суреалистические Опусы Иллюстрировал Именно что Фотографиями Попыткой Задокументировать Недокументируемый Субъективный опыт И вот эти самые Фотороманы Которым Фильм Нуар Которому Монаре Возвращается На протяжении Всей своей Карьеры Работы В которых Наверное Есть ощущение Фотореализма Или гиперреализма И тот же Леотар Пишет В 75-м году По-моему Публикует Замечательную статью Про Монари Которая называется Лебединальная экономия Дэнди Которая рассматривает Работы Монари С точки зрения Перераспределения Желания В капитализме Перераспределения Либида И Он пишет О синем цвете Монари Как о цвете Отложенного желания Как желание Которое можно Капитализировать Которое можно Превратить в капитал И начинает Он этот текст С отсылки К Рассказу Борхеса К рассказу Борхеса Восстание зеркального народа Замечательное определение Того Чем является гиперреализм Что есть Рассказ Про то Как По-моему Это из энциклопедии Вымышленных существ Про То Как В какой-то момент Вместе с людьми Жила Еще некая Раса Создания Эти создания Взбунтовались И их загнали Обязали жить В зазеркалье И обязали Не показывать Свой истинный облик И заниматься Вечно заниматься Только тем Чтобы Подражать Движениям людей Которые смотрят В эти зеркала Но однажды Этот зеркальный народ Ждет момента Чтобы взбунтоваться И вырваться Из этого зазеркалья И для Леотара Предметы Гиперреализма Это вот эти Самые Существа По ту сторону Зеркала Которые ждут Момента Чтобы взбунтоваться А сама Сама поверхность Полотна Становится Мембраной Становится тем Что удерживает Этот Другой мир По ту сторону И тем Кто контролирует И соответственно История про картины Становится история Про власть Кто контролирует Эту границу Ее контролирует Художник Ее контролирует Зритель Потому что Всегда Инстанция власти Это то Что говорит Что Это Власть Предлагает Свою Одну Единственную Версию Реальности Если Как только Что-то Начинает Ей угрожать Как только Эта мембрана Прорвется Это Конец Власти Вариант Революции Потому что И вот этот Самый Зеркальный мир Это удивительный мир За которым Происходят Какие-то Волнения Все время Что там Все время Он не отражает Нашу реальность Это все время Тревожное ощущение Которое всегда В этих работах Есть Так же Как и есть Ну опять-таки Возвращаясь к отсылкам К классической живописи К классическому искусству Которое у Монари Вместе с кино Есть Меланхолия Это версия Дюрера Естественно И вот Еще одна версия Дюрера Два было Любимых художника Старинных Это Дюрер И Гоя Потому что Гоя тоже работал Сериями Тоже работала Раскадровками Собственно Как и Лонг Поэтому уже Выбирали И сюжет Который тоже возникает Это сюжет Про побег Естественно Потому что Один из главных Кинематографических сюжетов И одна из самых Странных Действительно Серия Монари Которая Вдохновлена Сновидением Которое ему приснилось Ему приснился сон Про то что он Сон абсолютно Эфорический Про то что он Вместе с Некой маленькой девочкой Они грабят Ювелирные магазины И постоянно Находятся в бегах Но в этих бегах Прекрасно знаешь Что в этих бегах Их никто никогда Не поймает То есть ощущение Такой абсолютной Безнаказанности И удивительно Еще двойное Смысл Вот этого слова Волеус Которое на французском Может обозначать Воровку И чаще всего Считывается как Воровка Но может и обозначать Кого-то Кто летает Воле Это и красть И летать Это ощущение Полета И абсолютной Безнаказанности Той безнаказанности И бессмертия Которое дает Киномир Потому что То что его То почему Он обращается К кино Еще Это общий опыт Что его все время С детства потрясало Что в фильме Герой может умереть И в следующем фильме Вернуться на экран Или в следующем сеансе Вернуться на экран То есть это мир Такого Абсолютного Бессмертия В котором можно Повторять Все те же сюжеты Как он повторяет Убийство Уже в 2010 году И как он повторяет Этот нуар Который у него В каких-то сериях Может быть Вполне себе Некинематографическим Ужасом Вполне себе Реальным Умирающим человеком На тротуаре Которому никто Не хочет помочь И здесь исчезает Синий фильтр И исчезает Ощущение нереальности Исчезает Чтобы потом В той же серии нуар Вполне себе Вернуться на месте На место Успокоить нас И сказать Да, вполне возможно Все это не на самом деле Мир Фильм кончится Мы проснемся Да И все Как бы Синий и черный Все это И синяя, конечно Которая еще является Цветом телевидения Да Как тот же Леотард Напоминает Что это Синий цвет Синий цвет Вот этих Диковинных фильтров С которыми Монарик Как человек Еще вот эпохи Черно-белого И немого Даже кино Смотрел Фильмы в своем детстве Ну конечно Если вы уже Начиная с 60-х Да С 70-х Годов Синий цвет Это цвет телевидения Который очень редко Прерывается Вот этим вот Красным Как цитаты Самого себя Вот этими пустынными Коридорами В котором Зеленым Который Один из самых Ненавидимых Цветом Который у него Тем не менее Появляется вот в такой Серии цвета Тоже с еще одной Отсылкой к его Любимому фильму Без ума от оружия Как раз вот такому Классическому Нуару Про Молодого человека Который Не способен Никого убить Но при этом Настолько одержим Оружием Что он становится Идеальным Идеальным стрелком Знакомится с Роковой женщиной Которая Тоже идеальный Стрелок Но она готова Убивать И естественно Кончается это все Очень плохо Изумительной красоты Фильм Про Одержимость Оружием Которая Не может Не заставить Обладателя Этого оружия Выстрелить Из него Тоже Очень Советую Просмотр Там Монохромия И Монофония И Тоже что удивительно Что собственно говоря Все Моноре Те фильмы С которыми Работает Моноре Это естественно Только черно-белое кино Ощущение Что он никогда Не видел Ни одного Цветного фильма Что для него Не существует Цветное кино Как таковое Что цветное кино Это только черно-белое кино И фильм И серия 2010-х годов Называется Сентиментальные картинки Потому что кино Это прежде всего Ностальгия Он не работает С фильмами Даже 60-х годов Он приходит В искусство В 60-е годы Начиная Как бы Работать Сразу С фильмами С 40-х 50-х годов То есть кино Это всегда Некое другое время Это всегда Некая ностальгия Это всегда Какими Что бы там Не происходило Оно может вызывать Только ностальгические Ощущения Естественно Он очень редко Буквально Пал раз Показывает Эту природу кино Что это вымысел Он приклеивает Эти пленки К картине Он показывает Потрясение Трепет Показывая Камеру Которая Возникает И разрушает Этот мир Но В основном Конечно Это угроза Почти никогда Не возникает Кино Это вот Синий фильтр Это цвет безопасности Это то Куда можно уйти Это то Куда можно спрятаться Это такая абсолютная Апология Эскапизма Которую он предлагает Вот этот мир В котором он может Оставаться Вот этим самым Идеальным Персонажем Нуара Которым Дендическим Персонажем Потом возникает У Леотара Возникает Идея Он называет Его Денди Он называет Его Денди И называет Его художником Современной Жизни По Знаменитой Статье Бодлера Которая Сформулировала Модернизм Художник Современной Жизни Но и у Бадлера художник современной жизни, что возникает в этой статье у Бадлера, возникает, написанная в XIX веке, статья, направленная против академизма в живописи, что почему современные художники пишут, академические художники, не пишут современность, а пишут какую-нибудь условную академическую, ренессанс и античность. А что же тогда останется от нашего времени? Какая живопись запечатлеет наше время? И у Бадлера уже художник современной жизни, это художник, который от нашего времени оставляет то, что потом будет вызывать ностальгию по этому времени. Монаре довольно сложно всё-таки назвать художником современной жизни, потому что он уже работает с ностальгией. У него очень мало 60-х годов, и совсем не говоря уже про 80-е и про 90-е. Это художник, который сразу находит то, что будет ностальгическим, находит кино как некий постоянный сюжет ностальгии. Ну, следующий на Роберт Лонга. Надеюсь, вы видели выставку. Ещё один художник, живущий в потоке уже существующих образов. А художник, чья карьера, чья сладкая, ну не карьера, но какое-то публичное присутствие, после того, как он получил образование, образование он получил как скульптор, поиграл в нескольких рок-группах. И вообще, художник, он начинается с выставки, которая 1977 года, которая, собственно говоря, так и называлась Pictures, картинки. И выставка для своего временного, очень эпохальной, молодой, Лонга там присутствует. А выставка, куратор, который Роберт Кримп постулировал, что в 1977 году произошло с искусством. Вот появилось новое поколение художников, поколение, которое занимается уже не живописью, не объектами, не перформансами, оно занимается картинками. Картинки, которые могут быть взяты откуда угодно, которые могут быть взяты из журналов, которые могут быть взяты из кино, это то поколение, которое занимается аппроприацией образов. Помните, мы говорили про Личарда Принца, который действительно про других художников, которые работают ровно уже с готовыми картинками, не заботясь о том, какой природой это изображение. Это тоже возвращение к визуальности, возвращение к фигуративности. Но к фигуративности, которая, если французские художники начала 60-х возвращаются к фигуративности после абстракции, то американские художники в конце 70-х годов возвращаются к фигуративности после и к картинке, не важно, не к живописи, а именно к картинке, после долгого периода концептуального искусства, перформанса, видеоарта, визуальность возвращается, фигуративность возвращается, но возвращается в виде образа, который неважно на каком носителе, который неважно, каким образом выхвачен из этого потока, и это всегда некая постановочность, это всегда эта визуальность, эта фигуративность, которая является результатом перформанса, но перформанса уже театрализованного, который уже не является экспириенсом, а является некой постановочной фотографией. Поэтому, например, в это поколение пикчер, поколение картинок попадает Синди Шерман, которая была подругой студенческих лет Лонго. Они вместе учились и, видимо, были очень близки одно время. Сам Лонго на этой выставке представлен достаточно нехарактерной своей работой. Она там видна вот такой вот скульптурой. Вообще он по образованию скульптор. И начинает он как раз со скульптурных работ. Причем такая его основополагающая вещь – это рельеф. Рельеф, сделанный, между прочим, как цитата из кинофильма, как материализация. Цитата из кинофильма – это снятый в 70-м году фильм Фассбиндера «Американский солдат». Тоже вариант, тоже версия Нуара. Это история про наемного убийцу, который отвоевавшего во Вьетнаме. При этом, при том, что это 70-й год, упоминается война во Вьетнаме, которая окончилась. Фильм этот сняли так, что вполне может происходить в 40-е годы. И это фильм, в котором этот Нуар есть такой же обреченный антигерой, но при этом нет никакой романтики. Это Нуар, из которого никакие приключения не могут вырвать человека из вот этой такой свинцовой повседневности. Фильм, который есть совершенно потрясающий финал, который мы сейчас посмотрим. Такой совершенно самооценный клип. Рикки! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кадр из этого фильма становится основой для целого цикла работ. Например, это фрагмент перформанса, в котором была неподвижная видеопроекция этого стоп-кадра человека, зависшего между момент умирания и вокруг него происходившие музыкально-танцевальные в основном действия, где были живые активы. И из этой же истории возникает, наверное, самый знаменитый цикл, принёсший Лонгославу «Люди в городах», названный по части как отсылка к фильму Вендерса «Алиса в городах», это цитата оттуда, и представляющий вот этих самых удивительных персонажей, которые то ли танцуют, то ли организируют, то ли такой-то вариант «Данс Макабр». На самом деле снимал он своих друзей, и вот эти костюмы черно-белые, в которые они одеты, это костюмы не столько япи и бизнесменов, с которыми они ассоциировались, сколько костюмы, которые носили постпанк, постпанковские группы так одевались, это была вполне богемная публика, превратившаяся, которая превратилась в этот самый невероятный танец смерти «Данс Макабр», где есть ощущение жестокости, где есть ощущение невесомости при этом этого танца, вообще он как бы швырял им с теннисной мечи, которые они ловили, чтобы добиться, фотографировал их, чтобы получилось вот это невероятное. Серия из 60 работ, которая вся растащена по разным местам, и которая очень редко собирается вместе, это 79-й год, при этом, наверное, это работы, которые чем дальше, тем более актуальными становились, и для меня они немножко, вот первая рифма как раз кинематографическая, на что это могло повлиять, в общем-то это ассоциируется с первым фильмом Тарантино «Бешеные псы», вот с этим танцевальным, хореографическим, невесомым насилием, в которое почти можно поверить, в котором тоже есть ощущение безнаказанности этого абсолютной, но при этом как бы цитаты из как бы как раз-то более сильное воздействие возникает, собственно говоря, в момент выхода из этих 80-х, 90-х, из вот этого вот хореографического насилия, фильм «Американский психопат», снятый в 2000 году, фильм про такого япи серийного убийцу, наслаждающегося своей безнаказанностью, фильм, где идеальная квартира этого главного героя, который сам с этой картины, да, абсолютно, там, где висят работы Лонга, да, это один из фильмов, который, так сказать, утвердил его славу, и мюзикл, который сейчас поставлен по этому роману, по этому фильму, это мюзикл, который тоже вовсю использует образы Роберта Лонга, собственно, не заплатив у музыкоперайт, насколько я понимаю, по-моему, там какие-то были с этим проблемы. Вот, при этом Лонга в этот момент, он работа, сделанный по фотографии вот этим рисунки углём, вот, он какое-то время ещё работает со скульптурой, пытаясь понять, как можно вытащить объём из этого, как можно вернуть объём вот этому самому плоскому изображению, он разбирается заодно с наследием поп-арта, из которого он, естественно, вышел, делая такую, например, серию комбин, да, комбайн, который отсылает ровно также названной серией Раушенберга 60-х, в которых Раушенберг, один из первых художников, который начинает манипулировать вот этим потоком медийных образов, с которыми он работает, как мусора, как информация, вот, тоже с отсылкой к Фассбиндеру, с тем же самой фигурой, которая здесь вываливается из этих, из полотен, и для... Сам Лонго мыслит эту серию, как этот цикл, как кино, да, как то, что тут объёмное изображение сюжета, монтаж, да, вот этим... Такая же система полиптихов, да, которая создаёт раскадровок, которые Монори делал отчасти. Вот, он делает серию, потом он делает серию вот с этими монтажами, ещё одну серию таких разборок, собственно говоря, и с современным искусством, и с массовой культурой, замечательную серию «Призрачные объекты» 1987 год, с отсылками к минимализму, да, там, с цитатами из Дональда Джада, из других художников, которые при этом названы, перекодированы по массовой культуре, и поэтому вот такая вполне себе Джадовская прогрессия названа как космический корабль с фильма «Чужой». Как мы можем пересмотреть эту историю? Лонго, в отличие от Монори, как бы это тоже, конечно, художник, который вырос на движущихся картинках, но в отличие от Монори, который вырос на кино, кино, которое было штучным опытом каждый раз, это событие, и Лонго вырос на телевизора, да, это первое поколение, первое поколение, которое выросло с телевизором, не с каким-то событием, в которое ты должен пойти, да, и которое с тобой случается, а с этим постоянным потоком образов, который через тебя течёт. И искусство, которое тоже возникает, современное искусство, которое тоже возникает, прежде всего, через фотографии, через журналы, через движения. И поэтому, естественно, когда он разбирается с языком современного искусства, с языком классики, для того, что для него классика – это пол-парт и пост-пол-парт, он разбирается, пытается кинематографизировать, перевести это на язык кино и на язык массовой культуры. Вот такая потрясающая серия «Чёрный флаг», которая здесь намажь Джасперу Джонсу с его американским флагом, ну, как этот американский флаг, так, мобифицированный, да, как этот флаг обгоревший. Это флаг, который превратился не просто в произведение искусства, который превратился в руину, который превратился в мумию, который почернел из американского флага. «Чёрный флаг» – это что? Это флаг пиратов, это флаг анархистов, это название по панк-рук-группе американской «Блэк-флаг», в которой играл Генри Роллинз, большой друг Лонга, который у него снимается в кино. И это флаг, который превратился не в картину, а из картины превратился в изображение, изображение превратилось в скульптуру. Такая потрясающая серия этих реющих чёрных флагов, отлитых из бронзы и подписанных цитатами из Шекспира, насколько я понимаю, вот такая раскадровка этого самого флага монумента. Ещё одна серия посвящена Малевичу, это кресты Малевича, и что с ними будет, если вытащить их из картины, и они превращаются в такое невероятное военное кладбище, без могилы американское. Как все эти образы работают в другом контексте, если их вытащить из контекста современного искусства. И, естественно, Лонга – это художник, который, в отличие от Монари, снявшего крошечный короткометражный фильм, снял свой большой настоящий блокбастер. Он снял фильм «Джонни Мнемоник», я надеюсь, что все вы его видели. Фильм, которым сам Лонга недоволен, потому что он вместе с Уильямом Гибсоном хотел снять маленький чёрно-белый артхаусный фильм, а продюсеры решили в него вложить гораздо больше денег, потому что Киану Ревс не вовремя прославился ровно уже после того, как он снялся в этом фильме. И поэтому из этого решили сделать блокбастер. И что к большому неудовольствию и Лонга, и Гибсона, вот такие наброски к этому фильму, как бы этот фильм мог выглядеть в чёрно-белом варианте, и как он выглядит сейчас. Фильм очень важный, собственно говоря, выбором сюжета. Это первый фильм, самый яркий фильм в жанре киберпанк, фильм, без которого не было бы «Матрицы». Кто помнит сюжет фильма? Фильм, который, наверное, имеет непосредственное отношение к тому, чем занимается Лонга. Это фильм о переизбытке информации, который идёт через нас уже, перегружая наш мозг, как то, что происходит с главным героем, который занимается... Он курьер, который в своём мозгу переносит информацию, к которой он сам не может получить доступ, и ради которой он стирает собственные воспоминания. То есть это, собственно говоря, то состояние человека, который отображает Лонга в своих работах. Это человек, перегруженный образами, потоком информации, потоком образов, который вымывает нашу собственную память. И это, поскольку это киберпанк, поскольку это роман Гибсона, собственно говоря, это роман про рассказ, речь идёт о рассказе, про виртуальную реальность, ту самую виртуальную реальность, в которой, собственно говоря, мы все в каком-то смысле обитаем. Она там так прекрасно выстроена, визуализирована, как её видели в 90-е годы. И вот с этим самым огромными гроздьями телевизоров, которые, естественно, напоминают инсталляцию нам Джун Пайка, которая заимствована оттуда, с огромным количеством, что удивительно, с огромным количеством звёзд, которые там появляются. Там есть Киану Ривз, который как раз был, видимо, там есть удивительный Дольф Лунган, который вот такого играет, киборга, почти киборга, уличного проповедника, погромщика. Там есть Такеша Китана и много ещё всяких, всяческих прекрасных людей. Такой Уда Кир, там такой прекрасный фильм 90-х годов, в котором абсолютно, к сожалению, недоволен Лунг, что не мешает при этом этому фильму стать киноклассикой, и что не мешает нам узнать в этом фильме вот того же самого умирающего, организирующего Япи, который появляется, собственно говоря, в людях в городах и в реальности, и в виртуальной реальности. Он там появляется. Фильм, в котором тоже есть, исследуется вот это, как бы, насилие, вот этот балет насилия, к которому Лунга обращается в одной из своих инсталляций с такими прекрасными изображениями вот этих самых пушек, всяких пушек, которые все при этом нарисованы, которые наставлены на одну огромную инсталляцию, состоящую из нескольких тысяч, из многих тысяч пуль, звезда смерти, эпицентр этого мира. И после этой работы над Джонем Немоником, собственно говоря, Лунга был настолько фрустрирован, настолько перегружен образами, что он как бы попытался поработать, собственно, с самой природой, вот этим потоком образов, которые мы все существуем. Действительно, это уже совершенно другое поколение. Если во время 70-е годы про Монари можно было писать, что это мембрана есть, которая удерживает этот самый зазеркальный народ, я думаю, уже в 90-е все, никакой мембраны нету, все эти миры смешались. И надо как-то в этом мире, наверное, ориентироваться, создать его каталог, создать его какую-то путеводную нить. Вот такой каталог всех возможных образов. Это проект Магеллан. Покажите следующее. Это видео, которое у нас, листалка. Вот это проект, который Лунга делает, чтобы прийти в себя после неудачи с Джонем Немоником. Он начинает, он вспоминает про проект авангардного кинорежиссера, который хотел снимать фильм, который будет идти целый год по одному часу в день, фильм, который посвящен кругосветному путешествию Магеллана. И как бы этот один час это одно путешествие. Лунга решает, что он немножко по-другому сделает, что он будет делать один образ в день, одну картину, один образ, который он находит сегодня, который такой найденный. Тогда еще не было интернета. Это тот образ, который цепляет тебя в этот день, откуда бы случайно. Это то, что ты увидел по телевизору, это то, что не то, что ты нашел, а то, что нашло тебя. И он создает такой огромный многотысячный, по-моему, каталог вот этих самых образов, образов из этого бесконечного потока. Того, чем, собственно говоря, то, чем может заниматься сегодня художник, заниматься модерированием этих образов, модерировать этот информационный поток, с которым ты работаешь, и немножко замедлить его. Поэтому возникает вот эта очень сложная, многотрудная техника. Собственно, кадры взлетной полосы там как раз, Криса Маркера там как раз случился в этом потоке. Вот, как бы, и попытаться его замедлить. Поэтому нужно вот это кропотливое рисование. Здесь он как бы углём, это то, что может замедлить этот бесконечный поток образов, в котором мы живём. Это то, что может позволить нам всмотреться в него. Если во времена, в 70-е годы я читала о том, чтобы привести живопись в движение, сейчас речь уже идёт о том, чтобы замедлить, затормозить при помощи рисунка, при помощи более традиционных средств, изобразительных техник, затормозить этот поток медиа информации, чем Лонго, собственно говоря, и занимается. Можно прекратить эту листалку и поехать дальше. Вот, и из этого, как бы, и вот этим замедлением он пытается работать с этим потоком. Он его замедляет, он его увеличивает, он делает вот такие вот фотографии супергероев, игрушечных, которые он разгоняет в персонажей. он делает, он делает, он тоже, он занимается вот этим, самая выставка называется «Свидетельство», да, но это такая же, это такая же странная история, о чём, собственно, может свидетельствовать Лонго, что он может документировать, если он не работает, если это, если никакого непосредственного контакта нет, если нет работы по фотографии, может быть, вот такое вот освидетельство, не очень подробное, квартира Фрейда, как она выглядит, музейная квартира до того, как он покинул Вену. после прихода фашистов, это может быть очень подробная документация отсутствия кого-то, да, потому что свидетельства, непосредственного свидетеля событий уже нет, мы можем свидетельствовать только по другим образом, и ощущение непосредственного свидетельства возникает не из, потому что мы что-то видели, мы при чём-то присутствовали, а потому что мы вручную это повторили, да, повторили вот это, замедлили эти образы, затормозили их, как он затормаживает вот эти вот серии монстров, эти огромные угрожающие волны, волны, которые в какой-то момент начинает рисовать, используя, он начинает эту серию в 2000 году, в 2001 году случается 11 сентября, и он видит, как у него эти волны, которые он рисует, превращает, что начинает фактуры рисовать, используя дым дым и взрывы, что они превращаются во взрывную волну, а там самые разные, вот такая вот бесконечно распускающаяся розы, болезнь разума, вот эти ощущения, катастрофа, которую он замедляет, которую он останавливает, обращает, и, естественно, образы 11 сентября, образы, которые, очень важно, что вы увидели, что это картина под стеклом, что это все время образы, которые, это тоже, как и у Монари, мы видим там свои отражения, мы видим, как эти картины отражаются друг в друге и накладываются друг на друга, они все время, как бы, ее можно выделить, но они все время норовят обратно слиться в этот самый бесконечный поток, там самая, как бы, и рукотворность, да, этих образов, огромный труд, это то, что может попробовать дотронуться до звезд в буквальном смысле этого слова, это осязаемость этих вещей, так же, как важна осязаемость у Монари, да, почему вот этот фантазматический мир кино, почему его нужно перевести в живопись, потому что, когда ты пишешь это краской, ты можешь дотронуться до этого недосягаемого киномира, это способ его ощутить на ощупь, да, когда ты пишешь, рисуешь эти углем, эти звезды, это способ дотронуться, это о них, это способ немножко вернуть их к себе, а там все, как бы, все возможные потоки образов, которые возникают, и которые вот таким образом замедляются, потрясающая серия, которую вы видели, «Машины Бога», где это изображение Мекки, «Стены плача», «Собора Святого Петра», которые превращаются действительно в машины, потому что они написаны так, что они напоминают тюрьмы Пиранези, да, вот это огромное устройство чего-то, устройство власти, устройство возвышенного, которое нас подавляют, и, может быть, один из, как бы, тот поток образов, который продолжает идти дальше, на котором нельзя, нельзя затормозиться, Лонго не считает себя политическим художником, и не считает, что он мыслит политически, но, тем не менее, поскольку эти образы власти, это все равно то, что течет через наше восприятие, это тоже те образы, которые надо затормозить и к которым надо вернуться. А несколько, две выставки, в которых он работает с этим американским флагом, который все-таки не только цитаты из Джаспера Джонса, в конце концов, а еще и американский флаг, превращающийся, собственно, в пространство, как в галерее, которое вмещает в себя высказывания о современном мире с такими вот перерисованными огромными фотографиями и замечательным омажем Хансу Хааки. Помните, мы говорили про Хансу Хааки, про работу 70-х годов, где был парадный, написанный маслом портрет Рейгана и висящая напротив него документальная фотография демонстрации против ядерных испытаний, против строительства этой фотографии 70-х годов. Здесь есть перерисованная фотография на фоне перерисованной фотографии, смотрящая на перерисованную фотографию, и расклад сил меняется. Абсолютно одинокий президент Обама перед лицом, опять-таки, демонстрации, на демонстрации республиканцев, осуждающих его вот эти самые те партии, где абсолютно медиум одинаковый, нету контраста медиума, как это было у Хааки, где есть контраст живописи как парадного и фотографии как документального, и совершенно куда более амбивалентно прочитывающееся взаимоотношение между этой демонстрацией и этим президентом, этим воплощением власти. Совершенно. И огромная серия вот этой «Американы», всех образов, которые так или иначе связаны с представлением о американскости, китчевой или героической, ностальгической, с которой все связаны, это тот поток образов, в котором ты живёшь, в котором ты растёшь, в котором ты в конце концов узнаёшь как свой мир. И ещё один как бы перформанс, который был связан с этой выставкой, это многочасовое чтение вслух романом Мелвелла Мобби Дик, который для Лонга является главной книгой об Америке, главной американской книгой, которую он возвращается в следующем проекте. Ещё одна серия работ, с которыми он работает, цикл, с которыми он работает, это перерисовка опять-таки классических произведений искусства. Вот такая серия 2006 года «Наследие», где есть в чёрно-белом варианте перерисовка истории искусства, истории искусства, которые Лонга, как и все, наверное, знал прежде всего по репродукциям и по репродукциям чёрно-белым, поэтому начинается эта чёрно-белая караваджа, Босх, Ван Гог, каким это было, когда ты первый раз это увидел, когда это была частью твоей памяти, и как эту репродукцию опять сделать штучной работой, как её вырвать из этого потока и замедлить, как и чёрно-белый полок, и цикл, который продлился в недавней выставке, посвящён исключительно абстрактным экспрессионистам, то есть живописи, которая в великой американской живописи XX века, живописи, которую нужно было, которую он знал, естественно, действительно, живопись, которая знакомит при продукции, живопись, которая была связана с моментом подъёма послевоенного в американской истории, с моментом надежды, героизма, такая великая живопись великой страны, которая утрачивает, гораздо менее эйфорически выглядит сегодня, и он делает огромную работу, когда он перерисовывает, что значит рисовать мазок, как выбрать, как самому решить, какие цвета должны быть, вот этот, как этот цвет перевести в чёрно-белое, как выбрать это чёрно-белое, как повторить эту жестикуляцию, у него замечательно, когда он перерисовывал эту работу художницы Джоан Минчелл, чтобы перерисовать, и он, пока он её перерисовывал, он понял, какого она была роста, потому что она не достаёт до верхней, чуть-чуть не закрашена, и он понял, с какой жестокостью она это сделала, он говорит, вот про полу, обычно говорят, что это было, что это жестоко, но полок балет по сравнению с этим, а тут поножовщина, как она двигалась, правшую или левшую она была, что это абсолютная реконструкция, как реконструкция сцены преступления, как это сделано, каким образом перерисовывая графики, делая фигуративную графику, изображающую абстрактную живопись, каким образом можно реконструировать и понять, как эта живопись создавалась, почувствовать, как бы сыграть этого художника, понять, как он двигался и что им двигало, понять, как устроена эта живопись, понять, как это черно-белое переводится в свет и как оно работает, закончив вот этим черным на черном, картины 1963 года. Эта выставка была двойная история, одна выставка в одной галерее, в одной галерее, другая в другой, а в другой галерее было то, что начинается пост-история, вот эта эфорическая эра заканчивается убийством Кеннеди, начинается и вот эта черная на черном картина Рейхарда и возвращается опять-таки с истории про Моби Дика, где этот американский флаг, окаменевший, превращается в тонущий корабль, где огромный Капитолий оказывается белым китом Моби Диком и где одна из самых душераздирающих. Картина – это фотография, сделанная с похоронной карты Шкеннеди, где была эта черная лошадь, почему-то без седла и с этими сапогами, висящими около седла, только абсолютно фигура отсутствия. И как бы эта перерисовка углем, перерисовка и для Лонго очень важно, что уголь – это зола, что это прах, что это превращает, показать, что это метафора праха и золы, с которой он работает, что это замедление и показать, из чего это сделано, что это позволяет, что не просто замедлить, а увидеть незримое. серия, которую он сейчас делает, серия с музейными рентгеновскими снимками знаменитых работ. Увидеть это незримое, увидеть, что за этим таится, и действительно освидетельствовать это. И вот, если говорить про свидетельство, Фергюсон – это документальная фотография, сделанная в Америке во время мирных демонстраций против расизма, потому что там была история, когда белые полицейские на месте застрелили чернокожего подростка, не выясняя, преступник он или не преступник, что подняло волну протестов, и это волна протестов перед этой полицией, которая должна эту демонстрацию протеста мирно остановить. Образы, которые, там тоже образы из масс-медиа, и Лонго, которые говорят, что когда я увидела это по телевизору, я вообще не мог понять, что это сейчас происходит сейчас в Америке, что это не может быть, что это какой-то дистопический мир, в который я попала, или что это, не знаю, там Украина, Китай, непонятно, в какой стране это может быть, что это происходит здесь. И сейчас он рисует вот эту огромную серию вот этих абсолютно призрачных, призрачного мира, работа, которую газета «Гардиан» назвала главной исторической работой современности, вот то самое свидетельство, которое всё-таки возможно, даже если свидетельство не очевидца, свидетельство, как ты можешь стать очевидцем, просто остановив этот поток образов, вглядевшись в него и показав, что это такое на самом деле. спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ